Пассажирское железнодорожное сообщение возобновят между Владивостоком и городом Расон, Корейской Народной Демократической Республики. Соответствующий вопрос обсудили губернатор региона Олег Кожемяка и председатель Народного комитета Расона КНДР Син Чан Ир. Я искренне рад приветствовать вас здесь у нас на Приморской земле. Мы с вами дважды встречались в Хиньяне и обе встречи были весьма продуктивные для наших делегаций. И безусловно мы уверены, что сегодняшняя наша встреча позволит вывести наши отношения на более высокий уровень. С вашей провинцией нас соединяет железнодорожная магистраль, мы ближайшие соседи. И конечно нам необходимо организовать пассажирское сообщение, чтобы это было удобно и для жителей Приморского края, и для жителей Кореи. Присутствующие уделили большое внимание обменам в гуманитарных сферах, в частности туризме. Интерес российских путешественников КНДР только растет. Я думаю, что на данном этапе будет интересно путешествие на поезде в Росон. Поэтому предлагаем вам организовать презентацию всех достопримечательных мест провинции Росон на туристическом Тихианском форуме, который пройдет у нас тем, чтобы жители не только Приморского края, но и других регионов Российской Федерации могли ознакомиться с туристским потенциалом. Олег Кожемяка также предложил проводить для спортивных команд обеих стран совместные сборы, тренировки, дружеские матчи и спортивные фестивали. У нас уже хорошая стала традиция проводить совместные спортивные игры, где участвуют корейские спортсмены, где у нас проходят сборы. Думаю, что это направление нужно расширять и приглашаем команду студентов Росона на наши международные студенческие игры, которые пройдут с 18 по 23 июля этого года в городе Владивостоке. Речь шла также об обмене школьниками Приморского края и города Росон. Готовы организовать совместный и детский летний отдых, чтобы позволить укрепить дружбу и понимание. И с удовольствием встретим школьников из Корейской Народной Демократической Республики. У нас в Приморском крае во время летних каникул. И если у вас есть летние лагеря, то готовы отправить в том числе и своих школьников. Напомним, делегация из города Росон Каендер прибыла в Приморье 12 мая. Свою работу представители делегации начали в крае с торжественного возложения цветов у стелы город воинской славы во Владивостоке. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.